В сентябре 2014 года на территории ВДЦ Орлёнок фонд под флагом добра снова объединил делегатов на Всероссийском форуме волонтёрского движения под флагом доброй воли. Юных орляк, желающих стать волонтёрами, обучают по специально разработанной программе в самых различных направлениях. Целых три дня свой арт-мастер-класс давали специалисты в области шоу-индустрии. Творческую команду возглавил продюсер проекта «Хит за день» Михаил Гребенщуков. Михаил запомнился всем яркими образами первой фабрики звёзд и отважного островитянина в проекте «Последний герой». С этого и началась его карьера телерадиоведущего, киноактера, поэта, композитора и режиссёра. За последние 10 лет студия записи музыканта стала одной из самых популярных в Москве. Десятки музыкантов оценили саунд-продакшн и выбрали именно звучание от Михаила. Михаил Гребенщуков неоднократно представлял российскую делегацию Министерства культуры Российской Федерации во многих странах, а также выступал режиссёром множества фестивалей и форумов. Слушайте «Пластилиновую ворону» в стиле «Drum and Bass». Автор Михаил Гребенщуков. В данный момент Михаил делится своим опытом с детьми и работает музыкальным продюсером вместе с Аллой Борисовной Пугачёвой в её детской школе «Фьючер Стар». Итак, что же произошло в «Орлёнке» в течение трёх дней? Волонтёры играли в самый настоящий артистический продюсерский центр. Разбившись на две команды по 50 человек, образовались два продюсерских центра. Вместе мы придумали слова и мотив. Какая песня про «Орлёнок»? Как вы думаете, когда она может называться? Какое слово в голове? Про «Орлёнок»? Запись, да? Как называются ребята, которые приезжают в «Орлёнок» здесь? Орлята? Ну и чтобы всё было очень по-взрослому, впервые в «Орлёнок» приехал продюсер, режиссёр и композитор Николай Лебедев. Я робот, и нет у меня сердца. Сложно описать его неоценимый вклад в развитие электронной музыки нашей страны, а также огромное количество интернет-проектов. Кто не знает Катю Чехову? Это явление на российской эстраде стало культовым, породив множество последователей жанра. Я робот, и нет у меня сердца. Одна песня у нас будет о родине, о добре, другая песня у нас будет про «Орлёнок». Далее нужно было выбрать таланты, которые смогли бы исполнить придуманные песни, и был произведён самый настоящий гастинг. Честное слово, я не виновен. Я не помню, откуда столько крови. Видишь, как будто ломтик отваровая штука, отшвартовалась от корабля. Нарисовать цветы вместо раздук мосты, вместо утра к мечты. Музыка сейчас может создаваться в ноутбуке, но ноутбука мало, нужны большие знания, чтобы пользоваться этим ноутбуком. Ну и, конечно же, мы хотим по-настоящему найти голоса. Мы сегодня вечером обязательно всех просмотрим, запишем, и завтра по-настоящему пригласим в студию и споём самые настоящие две песни. У нас таких два продюсерских центра, где мы делаем хит за день. Хочу спеть песню жаденную. Сиди жадно, с килограммом конфет, шушит панциками, и никого... Я увлекаюсь фотографиями, ну то есть фотографирую. Папара-папам, шоколаде вечер, папара-папам. Как ни странно, но профессия шоу-индустрии заинтересовала 80% участников игры. И очередь от желающих быть услышанными не уменьшалась. А всё это потому, что у нас был чёткий график действий, и нам многое нужно было успеть. В течение трёх дней мы записываем песню. Ты не пел в студию никогда? Я нигде не пел. Снимаем клип. Орля-то, дети, солнце и море. И устраиваем самую настоящую презентацию. Итак, под флагом доброй воли, флаг добра, самая новая песня Орлёнка, только прямо сейчас. Орлёнок, орля-то, поднимайте руки, ребята. Выбрали вас в четверг для песни Орлёнок, Орля-то, поднимайте руки, ребята. Рождены, чтобы сделать былью, на планете Земля сказку, чтобы в космос летать вместе, на ногах с космической былью. У меня необычная новость для вас. Вы все четверо в моей команде. Хорошо, когда смеются дети, главное, чтобы не был на планете. Мы родились в самой лучшей стране. Мы родились в самой лучшей стране. Мы родились в самой лучшей стране. Время пришло думать тебе и мне. Как дальше жить и как развиваться? Как усеяться и как одеваться? Будущее решено по нашим руках. Мы раскладываем наш российский клап. Мы молодые зеренки. Нашу планету надо спасать. Мы родились в самой лучшей стране. Угу. Еще раз. Не Миша Гребячков. Просто позвонил и говорит, поехали в Орленок. Для детей нужно снять фильм. Я говорю, может, еще песни написать? Он говорит, тебе песни написать. Я говорю, ну классно, поехали. Все. Орленок, орлята, полетаем на фоне заката у теплого черного моря. Не, ну ты сразу давай сходу и очень весело и бодро их. То есть улыбайся как бы вот. Чтобы сделать гилью на планете Земля сказку. Ну, сначала была немного испугана, а потом уже раскрепостилась. Ну, классно вообще, супер. Команду арт-педагогов усилил звукорежиссер и аранжировщик Петр Пескунов. За долгие годы работы сотрудничал со множеством студий, музыкальных и постпродакшен. Оформлял эфир «Радио 7», «Радио Next», первого популярного радио. Работает со звездами российской и зарубежной эстрады. Работает с Таффоном Олсоном Боссон, официальный звукорежиссер, и многими другими. Номер один. Петр, спасибо. Вот наушники. Орлёна, орлята. Полетаем на фоне заката. Тёплого чёрного моря. Короче, сейчас каждый подходит и говорит по строчке. Ребята. Давай. Орлёна, орлята. Всё, следующий. Поднимайте руки, ребята. Всё, следующий. Дети, сын. Машите руками. Полетаем на фоне заката. Всё, дальше. Рождены, чтобы сделать былью. Рождены, чтобы сделать былью. На планете, земля, сказку. На протяжении творческой игры ребята знакомятся с полным процессом создания медиапродукта. Сочиняем стихи. Придумываем музыку. Знакомим с оборудованием звукорежиссёра. Микрофон, звуковая карта, компьютер. Как создаётся аранжировка. Как правило, записанная аранжировка уже сводится в компьютере или с помощью лечерного пульта, ну, сводится уже в готовый тренд. То есть ты можешь спеть песню на диктофон, но лучше, если ты сразу сыграешь свою мелодию на компьютер, в музыкальную программу и сохранишь её. Ну, в общем, мы его сейчас записали. Вот смотрите, голос попал в компьютер. На премьере двух компьютерных производителей Apple и Windows волонтёры выяснили принцип создания саунда в программах Logic и Cubase. Оператор и видеомонтаж. Человек, не дрожишь. Смотри, чтобы ты не дрожала. Клип мы снимали на камеру Canon 7D в формате Full HD. Сразу же переписывали информацию на MacBook. Там же сразу монтировали. Я вам расскажу про программу, которая называется Final Cut Pro X. Это программа для монтажа видео. Мы вчера видео снимали. Ты была у нас администратором. И сейчас я вам покажу, ну, как вообще происходит. Значит, на фотоаппарат снимается пайлот, пайлот. По проводу попадают в эту программу. И мы здесь начинаем монтаж. Время пришло думать тебе и мне. В кадр, ты как будто кому-то... Время пришло думать тебе и мне. Ты кому-то обращайся, понимаешь? Ты только прям выскочил там. Время пришло думать тебе и мне. Мы родились в самой лучшей стране. Время пришло думать тебе и мне. Как дальше жить и как развиваться. Творческий эксперимент удался. Презентация клипов прошла успешно. И ребята увезли с собой более чем впечатление. Потому что оно было подкреплено видеооткрытками, которые мы придумали все вместе. А вы еще не играли в хит за день? Скоро мы запишем песню и с вами. Творите добро. Хорошо, когда смеются дети. Главное, чтоб не был на планете. Орлёна, орлята, поднимайте руки, ребята. Орлёна, орлята, дети солнца и моря. Мы родились в самой лучшей стране. Время пришло думать тебе и мне. Как дальше жить и как развиваться. Как тусоваться и как одеваться. Творик Новый год.